Посмотрите Израиль за неделю. Еще один закон на этой неделе оказался причиной острого политического кризиса. Речь идет о законе о призыве, который правительство должно было принять до 1 декабря. Иначе, начиная со 2 декабря, десятки тысяч учащихся религиозных заведений лишатся возможности получить отстрочку от армии. В свою очередь, закон, который прошел в первом чтении, лишь благодаря голосам партии Эшатит, сильно не нравится ортодоксальным партиям. Они даже выдвинули ультиматум. Если закон проходит, они выходят из коалиции. Чтобы решить эту проблему, премьер-министр решил попросить дополнительное время у суда. Нитанягу просит 4 месяца. Против отсрочки выступили и Эшатит, и теперь уже оппозиционная партия «Наш Дом Израиль». Вот как на этой неделе прокомментировали поведение правительства Яйр Лапид и Авикдор Либерман. Просьба правительства об отсрочке принятия закона о всеобщем призыве, очередное желание угодить ультра-ортодоксам и попытка провернуть подковерные трюки в угоду им за счет тех, кто служит в армии, работает и исправно платит налоги. У правительства было предостаточно времени, чтобы его принять. Большинство депутатов КНЕСЭТа от коалиции, а также депутаты от оппозиционной партии Ешатит поддержали законопроект в первом чтении и проголосуют за него во втором. За просьбой об отсрочке стоят не рациональные мотивы, а исключительно узкополитические соображения. Политическое выживание не может служить оправданием ущерба, наносимого безопасности государства и равновесию в израильском обществе. Депутат КНЕСЭТа Константин Развозов от партии Ешатит и адвокат Тарель Бульштейн, представитель партии Рекутс, в студии. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с вас. Константин, ваша партия в первом чтении поддержала коалиционный закон. Почему же сейчас, когда пришло время поддержать во втором и в третьем чтении, в случае, если он будет вынесен на голосование, вы вдруг сказали, нет, мы не готовы и начали говорить о некой сделке с ортодоксами? Потому что черно-по-белому выглядит все так, что этот закон, который подписан начальником генштаба, специальная комиссия, Министерство обороны продвигал этот закон, оказался политическим законом. Есть подковерный трюк, который сегодня пытается провести партия Еликут. И председатель коалиции Амсалем сказал на комиссии, что будут санкции для уклонистов, но мы с одного кармана возьмем санкции, и животники заплатят. Но с другой стороны мы вернем эти деньги. Как вернут эти деньги? За чей счет? Мы платим за эти санкции. То есть не обращайте внимания на санкции? Нет экономических санкций. Значит, этот пустой закон, чего не стоит. А зачем он нужен тогда, если нет санкций? Они не будут призываться. Страна, с одной стороны, возьмет деньги, с другой стороны, вернет деньги. Очень красивый трюк. За этот трюк платим все мы, те налогоплательщики, которые ожидают, что молодые ребята, здоровые ребята, призовутся в армию или на альтернативную службу. Вместо этого они будут решить, что армия хочет всех этих здоровых ребят. Я сказал, альтернативная служба. Можно в больнице помогать, у себя улицы, в Нейбрах. Пусть убирают улицы. Согласен. Нарель, что это за трюк? Как реагирует в Рикуде на этот трюк? Во-первых, я считаю, нужно определить, к какой цели мы хотим прийти. Я, безусловно, согласен со всеми, кто говорят, что все должны давать свою часть в стране. И поэтому необходимо, чтобы наши ультра-отодоксальные сограждане либо служили в армии, либо служили на альтернативной службе. Вот этот закон, который партия Ишотет действительно поддержала в первом чтении, он и позволяет нам двигаться по этому маршруту. Но его не принимают антодоксы. Они говорят, не надо нам навязывать. Вот именно, кстати, тот факт, что представители ультра-отодоксов Кнессити так яро выступают против закон, с моей точки зрения показывает, что закон взвешенный, сбалансированный и правильный. Потому что он нас предвигает к цели, когда они полноценно будут служить на благо общества, будь то в армии или на альтернативной службе. Что им так мешает? Им мешает как раз тот факт, что в законе впервые устанавливается квота, которая будет требоваться от каждого высшего учебного религиозного заведения. И именно это то, что правильно в законе. Поэтому для меня уж увольте. Но абсолютно непонятно, как партии, в первую очередь партия Ишотет, может не проголосовать за этот закон. Это же закон, который... А то есть вы опиливаете от оппозиции, а не к ортодоксам, которые уходят в коалиции. Если, заметьте, почему представители ультра-отодокса возражают, я понимаю. Им очень бы не хотелось бы понять ситуацию. Я могу разложить все. А до того, как Костя это сделает, мне кажется, что это тот случай, когда не нужно делить КНЕСет на коалицию и оппозицию. Потому что в этом вопросе есть широкий консенсус израильского общества. Я хочу сказать, что Арель как адвокат из жертвы сделал обвиняемого. Правильно? Такой трюк. Я не считаю, что это в данном случае партия Ишотет далека от того, чтобы быть жертвой. Это знамя, равное распределение гражданских обязанностей, это знамя партии Ишотет. Поэтому мы за этот закон голосовали еще в первом чтении и, в принципе, спасли коалицию, которая должна была развалиться из-за этого закона. Теперь все очень просто. То есть трюк появился потом, уже после? Трюк появился буквально... Хотя никто не признается в одном трюке. Трюк Амсалим сказал на комиссии, все на протоколе. Он сказал на протокол в комиссии про этот закон. Теперь все очень просто. В законе есть экономические санкции для уклонистов. Понятно, это вы рассказали. Костя, и они остаются там, никто их оттуда не исчезает. Да, отлично, они остаются. Но он сказал, мы вам эти деньги потом вернем с другого кармана. Мы вам... Вы же можете помешать, если кто-то... Я, кстати, не верю в реальность такого трюка. Но предположим, через два года... Партия Ликун дала 10 миллиардов шекелей за 4 года ультра-ортодоксальным партиям. Нет, во-первых, партиям деньги никто не дает. Партиям деньги в нашей стране запрещено получать. После того, как некоторые партии... Здесь не представлены... Коалиционные деньги на столом. Коалиционные деньги не дают партиям. Коррунтированное правительство, которое давало деньги. Можно по решению финансовой комиссии КНЕСТа, где, кстати, есть представители всех партий, в том числе и оппозиционных. Кто глава финансовой комиссии? Мы знаем, кто глава, но там представлены все партии. Поэтому, если там будет, с вашей точки зрения или с чьей-то другой точки зрения, проходить что-то, что не соответствует нормам израильского права, то это обязанность всех, в том числе и депутатов от коалиции, этому помешать там. Поэтому, в данном случае, закон очень четкий. Я перед нашим разговором еще раз прочитал этот законопроект. Мне трудно представить, как любая сионистская партия может возражать против того, что в этом законе... Тогда хорошо, понятно. По-моему, все должны этот законопроект голосовать. Мы голосовали за закон, пока он не превратился в пустой закон. Костя, но закон не изменился ни на одну букву. Это тот же самый законопроект, за который вы голосовали. Да, за который все граждане Израиля и ультра-ортодоксы в конце не призовутся в армию, а мы за это будем платить много денег, и мы не согласны. С какой целью премьер-министр и его люди, правительство, обратились в дополнительно Верховный суд? По-моему, сейчас это понятно. Какова была изначальная цель? Дело в том, что правительство хочет провести этот законопроект. Опасается, что в Кнессите не будет достаточно поддержки. Потому что те партии, которые были за этот закон, но находятся в оппозиции, могут воспользоваться этим для того, чтобы сейчас привести к падению правительства. Так а что изменится через 4 месяца? Через 4 месяца, во-первых, возможно, будет договориться с оппозиционными партиями, такими как Наш Дом Израиль в первую очередь. Но они готовы поддержать. Либерман сказал, что он поддерживает. Да, но мы видим, как поддержка партии Ешатит в одночасье буквально превратилась в нежелание голосовать за. Кто гарантирует, что то же самое не сделают другие оппозиционные партии? Кроме того, если я не ошибаюсь, математически, даже голосов партии Наш Дом Израиль недостаточно в данном случае для большинства. Поэтому, пример министра, в любой момент, даже в момент голосования вдруг изменится желание кого-то из оппозиции, и они скажут, давайте попытаемся свалить на этой почве правительство, и проголосуют против. В данном случае надо научиться всем нашим политикам смотреть на содержание. Такое ощущение же того, что там враги, если есть договоренности, они есть. А сколько раз такие договоренности не выполнялись? Все намного проще. Если сегодня этот закон проваливаем, закон не проходит, то разваливается коалиция, что с субботы в 12 часов, суббота на воскресенье, будет закон, армия для всех, и ультра-ортодоксы должны будут выйти в 18 лет призываться в армию. Поэтому это идеально. Нас в конце, то, что интересует, это конечный результат. Чтобы молодежь, ультра-ортодоксальная молодежь, призывалась в армию или на альтернативную службу, и потом платили, интегрировались в общество и платили налоги. Я думаю, что это идеально, потому что, по-моему, это идеально, варианты всего Израиля. Ты понимаешь, что армия не надо? Это не вопрос делящих политиков? Представьте, если сегодня закон, мы проваливаем этот закон, то завтра они призываются, так зачем нам этот закон нужен? Поэтому мы за то, чтобы они призывались. Наоборот, именно закон устанавливает рамки, как это будет происходить. Почему одна мама три года не спит по ночам, а другая мама, за которой заботится ультра-ортодоксальной партии, спокойно спит? В этом вопросе мы не делимся на оппозицию и на коалицию. Я думаю, что в данном случае нужно посмотреть, какой инструмент придвигает нас к желанной цели. И сама партия Ишатит согласна, что закон подготовленный армией. Давайте мы поставим точку. Арель, я думаю, что мы согласны. Единственное, что задача ваша сегодня вцепиться в кресло и сидеть на них не вставать. Поэтому попроси меня в ручку. Так ты пошел популизм. Все, пошел уже популизм. Давайте сделаем точку. Кресло израильской политики помещает только избиратель. Никто другой. И партия Ликут там находится, потому что избиратель ее выбрал. Еще одну тему, которую я хотел тоже с вами обсудить, она тоже вызывает много разногласий. Очень коротко. На этой неделе приехал в Израиль президент Чада. Да, правительство и премьер-министр представили это как важнейший дипломатический прорыв. А в оппозиции говорят, что все плохо, и что МИД не работает, огромные долги. И у нас отношения со всем миром рушатся. Коротко только, пожалуйста. Я только напомню, что не только президент Чада. У нас было еще одно важное политическое событие. Президент Чехии, да. Еще даже два. Во-первых, президент Чехии, который сделал еще один шаг к переносу чешского посольства в Иерусалим. И в-третьих, то, что сегодня уже можно сказать в открытую, будет еще несколько мусульманских государств, с которыми у нас устанавливаются отношения, включая визит премьер-министра, намечающиеся. Нет сомнения, что Израиль сегодня находится на этапе полноценного прорыва на международной арене. И главное, что мне важно здесь подчеркнуть, нас когда-то, особенно все левые, убеждали в том, что есть способ, чтобы нас любили в мире. Давайте отступайте, будем отказываться идти на компромиссы. Первый, кто отступает, это Натаньял. И за это нас полюбят. Ровно наоборот. То правительство, которое, в отличие от левых, отказывается от любых территориальных уступов, говорит, не будет этого никогда, именно оно побеждает сегодня. Понятно. Почему оппозиция не поддерживает, ведь это же внешняя политика всего государства? Это же смешно. Нас держат всех за идиотов. Чад. Мы очень, конечно, важный союз с африканскими странами. Чад. Одна из самых нищих государств в мире. Раз. Два. Голосует против нас. Три. Приехала сюда за оружием и сказала, пока вы не решите палестинскую проблему, мы не будем голосовать. Мусульманские. Я зашел в Википедию, 52%. В Азербайджане 97% мусульмане. Чад 52% мусульмане и половина христианин. То есть ты не понял, что плохо, что они с нами восстанавливают отношения? Нет, это отлично. Они с нами ничего не восстанавливают. Мы неделю, тарарам, вокруг Чада. Уже заявили официально, что не Таньяо. Секундук, нет. Пожалуйста, не Таньяо, не все идиоты. Люди же понимают. Мы неделю разговариваем о каком-то Чаде. Я очень уважаю Чад и президента Чада. Но что такое Чад? Самая нищая страна. Мы неделю, представляете, мы отходим от более важных. У нас люди на юге не спят. Дети живут под сиренами. Мы сейчас говорим про международные отношения. Люди на юге не спят не потому, что у нас продвижение на международной арене. А что с турками? Унизились перед турками, Натаньяо. А что с демократами в Палате, в Конгрессе? Раз вас Чад не устраивает, то давайте начнем с Соединенных Штатов. У нас сегодня невиданно хорошие отношения, в первую очередь, с Соединенными Штатами. Какие отношения? Мы поругались с демократами. Мы поругались впервые. Израиль потерял демократов. Давайте я вам расскажу, что Израиль потерял демократов, но приобрел признание нашей столицы. Это самое большое достижение израильской международной политики за все 70 лет. Мы, конечно, можем сделать, что его нет. Мы можем даже сделать вид, что нет признания и впервые отношения. С Чадом будут отношения. Конечно. Понимаешь, отличный. Нет, это плохо. Ариэль, тебе приходится защищать поступки, поступки, за которым ты не имеешь никакого причастия. Согласен, это не я добился установления отношения из Чадом, это премьер-министр. Я сегодня отвечаю за наше государство. Я выступаю часто на дипломатической арене. Слушайте, господи, посмотрите на эти улыбки. Но разве не стоит обрадоваться, что приезжает президент мусульманской страны, улыбается. Мы очень рады любому президенту, но есть более важные вещи. Это установление отношений с десятком арабских и африканских стран, с которыми отношения не было. Можно попытаться сделать вид, что... С Чадом встречался в 90-м году, в 96-м году ПРС, в 95-м году. Я хочу, чтобы Чад не приезжал, не приезжал. Не только я. Есть такое понятие, как установление дипломатических отношений. Так, друзья. То, что ПРС с кем-то встречался, не делает это официальными отношениями. Я еще раз хочу добавить. Я очень уважаю нашего премьера Натаньяу. Я очень уважаю, он действительно отличный политик. Но сегодня он занимается не теми важными вещами. Смотрит не туда. Он не политик, он государственный деятель. И это отличает его от остальных израильских политиков. Все, господа, мы должны поставить точку. За 4 года Израиль превратился, пошел назад в каменный век. Костя, мы вернемся... Дай Бог, чтобы мы всегда были в таком каменном веке. Мы вернемся к вопросу Чада, когда официально будут установлены дипломатические отношения. И к Чехии, когда перенесут посольство. И к Чехии тоже. И к Бразилии. Депутат Кнезда Константин Развозов, адвокат Рейбульштейн, большое спасибо. Спасибо.